Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию передач на глобальной волне в рамках дискуссионной площадки общественного движения «Народный центр» с разработчиком концепции народного социализма Резаном Александром Ивановичем. Добрый день! Тема опыта СССР затронула очень много аспектов нашей жизнедеятельности, поскольку мы все рождены в Советском Союзе, и тема эта неисчерпаемая, она нам всем очень интересна. Но мы решили сосредоточиться, по просьбам слушателей, на конкретной теме кооперации. Кооперации, артели, как страна работала в этот промежуток времени, какие были плюсы, какие были минусы. И вот хотелось бы, Александр Иванович, чтобы Вы рассказали нам про тему кооперации в Советском Союзе, какие были варианты и к чему они приводили. Понятно, тема тоже бесконечная, мы дадим конкретно наше видение. Кооперация, коллектив – это в той или иной мере соединенность, совместное бытие, совместный труд, совместная жизнь, кооперирование. Смысл социализма в принципе в кооперировании. Смысл вообще наполнения социальности – это и есть кооперирование, то есть соединение. Единство и взаимность. Философия народного социализма, напомню, это единство и взаимность. Без коллектива, без коллективизма, без кооперации нет социальности. Это аксиома, ее не нужно доказывать, это очевидно всем и каждому. Так вот, с нашей точки зрения, кооперация, кооперативность как совместный труд, совместная жизнь, совместный быт, то есть социализм, на Руси был тысячелетиями. Я не оговорился. Тысячелетиями. Вот община русская – это и есть кооператив. А община сколько существует на Руси? Ну, понятно, тысячи лет. Вместе люди живут, вместе люди трудятся, у всех на виду, все понимают, кто есть кто, у каждого есть, внимание, почему я сделал акцент на том, что вот эта кооперация, кооперативное движение, общинное, это и есть социализм. У каждого есть основная доля, общинная доля в общем и есть по мере частная доля приусадебное хозяйство. То есть, по сути дела, тысячелетняя русская община – это и есть опыт социализма, социального жития наших русских людей в рамках русского мира. Заметьте, основные производственные мощности в общине, пашни, сенокосы, водопои и так далее, были общими, общественными, кооперативными. И они каждый, ну, одно время, каждый год, потом не каждый год, раз в три-пять лет совершалось что? Перемеривали, собирались мужчины общины. Кстати, собирались они на 23 февраля, это был день Дия, то есть день мужской праздник, день мужчины, когда начествовали предков по мужской линии, да, 23 февраля. Ничего не напоминает. Так вот, они собирались в виде собрания мужчин и договаривали, был старосты, естественно, как перемеривать вот эти вот кусочки общественной, общественной, принципиально неразделяемой, единой, цельной общинной собственности. У каждого крестьянина было что? Пять наделов. Для того, чтобы в случае любого засухи, наводнения и так далее, он остался при возможностях пропитать свою семью. Отсюда потом, когда собирали эти пять наделов в кулак, появились кулаки. Это было еще до, естественно, Октябрьской революции. Так вот, основные производственные мощности были общие, неделимые и нечленимые. И критерием сопричастности кооперативу, в скобках общине, коллективу был труд. Совместный труд предполагал безусловное включение куда? Да, в общину. Еще Прокопий Кесарийский, там, тысячу лет назад писал о том, что славяне, они вот такие ненормальные, они что делают? Они, когда пленники к ним попадают какие-то, да, они им предлагают вместе трудиться. На равных, заметьте, на равных внутри общины. И дальше, после того, как тебе поработали там какое-то время, они им давали свободный выбор. Первое. Свободен, получи какую-то долю, чего ты наработал здесь, у нас, в нашей, как бы, вражеской общине. И иди к себе на родину. Или оставайся в общине. Хочешь, вот, женись, создавай семью, становись членом сопричастным общине, потому что ты вместе с нами трудишься. Но нам интересен именно сам феномен, что вот это частно-локальное, коллективное, общинное мышление предполагало буквально, трудишься с нами, участник общины, не трудишься, извини, дорогой хороший, ты хороший человек, мы тебе голоду умереть не дадим, но ты не участник общины. Мы сейчас вернемся потом, когда будем говорить о кооперативном движении, именно к этой причине. То есть, коллективизм, кооперация, это основа социализма, которая была тысячелетиями на Руси. То есть, была общая вот эта часть, сенокосы, пастбища и так далее, и была часть локальная, то есть, не приватная, ни в коем случае, а частная. То есть, приусадебное хозяйство, домашняя скотина, инвентарь и так далее. И вот мера общего и частного давала ту самую социальную справедливость, которая позволила общине тысячелетиями существовать. Нам навязали образ общины того, что якобы это вот с точки зрения фискальной государству было выгодно, чтобы была круговая порука, чтобы эти общинники платили там налоги и так далее государству. Это имело место быть, да, но это не было определяющим качественным фактором сотворения и существования и воспроизводства общины. Именно справедливость, как частная мера, включенная в общую меру, позволила общине существовать тысячелетия. Вернемся к кооперации. Первое время, до 29-30-го года, у нас был НЭП. По НЭПу будем отдельно говорить, но мы сейчас буквально две. Это означает, что крестьяне, да, фактически восстановили свою общину, но проблема 20-х годов была уже в том, что существовали кулаки. Заметьте, кулак – это порождение царского строя. Это нужно четко себе и ясно понять. Кулак – мироед, мир – это и была община. Мир, всем миром пошли, да. Так вот, кулак – мироед родился не в советской системе. Это была четкая, точечная, заточенная идеологически продукция царской системы времен Столыпинской реформы, да. Когда, вы это прекрасно все знаете, когда пять наделов разрешили соединять в один кулак, в отруба, в хутора, там все это отдельно, мы понимаем, возникли кулаки. То есть, фактически, сама идея возникновения кулаков – это была идея разбития, расчленения общины. Убития кооперации, кооперативной социальности. Когда часть наиболее зажиточных, неважно по каким причинам, да, они там лучше трудились, или у них было больше сыновей, меньше дочерей, неважно по каким причинам, просто повезло, да, может быть, более талантливые люди, они стали кулаками. И они противопоставили себя уже всей общине. У нас к 29-му году кулаков было что? Меньше 4%. То есть, из всей крестьянской массы, а крестьян у нас было почти 90%, 4% были кулаки. Были середняки и была сельская беднота. 4% кулаки. И они фактически, что они, заработали на товарное зерно. То есть, они производили излишки, нанимали вот этих вот самых батраков, то есть, своих же односельчан. Вот таким образом мы имели 20-е годы. Но это как раз уже было ненормальное, не опробированное в тысячелетиями, не совсем русская система. Вот это нужно четко понимать. Сама идея Столыпида была что? Это была, по сути, мятежная идея. То есть, мятежник – это тот, кто не стремится к изменению общественно-политического строя. То есть, тот, кто не стремится изменить общественную систему отношений, а он просто хочет заменить какие-то отдельные части и лица в системе управления. Столыпин, как управляющий, гениальный, талантливый, все-таки оставался дитя своего социального управляторского слоя. То есть, помещик и так далее. Когда Петр Аркадьевич Столыпин был женат на внучке Суворова. Ну, ладно, отдельно. Таким образом, он предложил решение крестьянского земельного вопроса, нежизнеспособное, которое разбивало общину, как цельный кооператив, как цельный коллектив. Итак, создали вот эти... То есть, Советскому Союзу кулак, противопоставленный общине, кооперативу, достался от царской системы. Да, действительно, временно, вот это с 1922 года по 1929 был вот этот НЭП. Но к концу 1929 года кулаки, по сути, саботировали развитие системы общего государства. Ничего страшного в этом нет. Кулак – это обычный маленький частный собственник. Если он противопоставляет себя коллективу, он из частного собственника превращается в приватника. Приватного собственника. Он говорит, я отдельно от коллектива. Да, у них было товарное зерно, и они могли в этом связи, да, монопольно диктовать цены на зерно. А государству нужна была что? Индустриализация. Если бы мы не провели индустриализацию 30-х годов, нас бы всех сегодня, сейчас просто не было. Мы бы проиграли в цивилизационной войне. На полшага, вернусь назад, еще в 16-м году был знаменитый доклад генералов, генерального штаба, царю о том, что, да, войну мы, Россия, выигрываем. Но это будет первого победы, если мы проведем социальные реформы. Не национализируем целый ряд отраслей, и так далее, и так далее. Почему? Потому что уже в 16-м году аналитики русского генерального штаба прекрасно понимали, что конец Первой мировой войны автоматически приведет ко Второй мировой войне. по сути дела, к войне моторов. Будущая война будет войной моторов. И если не провести вот эти социальные национализации ряда отраслей и социальные реформы, то мы проиграем потом в войне моторов. Разумеется, царь не среагировал никаким образом. Именно поэтому целая, значительная часть генералов, генерального штаба встали на сторону Красной Армии. Но есть очень аргументированная версия того, что сам Октябрьский переворот был проведен, по сути дела, кем? Генералами генерального штаба, да, с опорой на большевиков. Маленький только пример. Крейсер «Аврора» — это крейсер первого ранга. Он зашел в Неву и стал напротив Зимнего дворца. Позвольте, у нас вообще-то весь Финский залив был заминирован. И карты минных полей хранились далеко не у каждого матроса-железняка. Они хранились только у двух-трех человек в рамках генерального штаба. Кто дал карту прохода сквозь минные поля крейсеру первого ранга, который своими залпами способен за полчаса разрушить треть города? Понятно, это был не рядовой матрос. Но это так, информация к размышлению. Итак, возвращаемся к операции. В 1929 году было принято решение, что принципиально нужно проводить индустриализацию. Для того, чтобы ее проводить, нужны ресурсы, возможности и так далее. Первым шагом в этой связи была поставлена кооперация, кооперативное движение, то есть, по сути дела, приведение ненормальной системы 20-х годов к нормальной русской тысячелетней системе общины. Я сейчас скажу очень серьезную, ответственную фразу, и я уверен, что она вызовет определенный шквал. Так вот, колхозы советские, уже к середине 30-х годов, это, по сути дела, была восстановленная общинная система, которая у нас пестовалась тысячелетиями. Очень просто. Все колхозы, кооперативные предприятия, как таковые, стали фактически общинами. То есть, была общая земля, общие там сенокосы, водопои и так далее, даже общая техника трактора и так далее. И было у каждого приусадебное хозяйство. Разумеется, эксцессы были в 29-м, 30-м, 31-м годах. Мы прекрасно помним работу Сталина «Головокружение от успехов», потому что троцкисты, они же ортодоксальные марксисты, четко и ясно поставились к себе, вот после этого перелома 29-го года, когда окончательно Троцкого выслали из страны, разломать советскую систему. У них был лозунг «возглавить и довести до абсурда». Поэтому на местах троцкисты, то есть ортодоксальные марксисты, стали во главе кооперации. Отсюда и пошли вот эти перекосы в кооперативном движении, в создании колхозов, в первый год-два, после начала этого движения. А уже к середине 30-х годов, и тем более к концу 30-х годов, у нас кооперативное, колхозное движение начало расцветать. Просто реально расцветать. Отсюда скачок в рождаемости, просто беспрецедентный скачок в рождаемости с 35-го по 41-й год. Беспрецедентный. Когда люди, сегодня вот, когда капитализм на дворе, у нас почему-то демографическая яма, бесконечная. Никто не хочет рожать, ни мужчины, ни женщины, никто в принципе... Почему-то? Потому что нет видения здорового будущего. А когда у людей есть стабильная уверенность и радость того, что в будущем будет еще лучше, люди начинают... Сама популяция человечная начинает размножаться. Вот в конце 30-х годов, с 35-го по 41-й, каждый может посмотреть эту статистику, все есть в интернете. Такого скачка в рождаемости в истории России никогда не было. Людям было хорошо. Возвращаемся к кооперации. Итак, кооперация – это коллективный труд, коллективная жизнь, бытие. При этом что? Это все-таки часть большого народа. И вот тут ключевой момент. Если часть, неважно, 100 человек, 300 человек, то есть какой-то кооператив, артель и так далее, не включен в общую, общегосударственную, общенародную систему общественных отношений, то тогда этот кооператив, эта часть, повторяю, неважно сколько, 10, 100, там, 500 человек, не имеет значения, становится отдельной, не частью, а отдельным куском. Ключик для понимания качества и нужности, и полезности кооперативного движения, кооперации, артельности и так далее для целого народа – это что? Это мера включенности в общенародную систему отношений. Если некая часть, условный кулак, чувствует себя отделенным от целого, он становится другим целым. И возникает что? Борьба противоположных интересов. А если он включен в общую систему общенародных, общесоветских, общесоциалистических отношений, то тогда кооперация становится что? Благом. Вот до 1953-1955 годов кооперация – это артели, кооперативы, там, производственные, торговые и так далее, личные частники, в первую очередь. Это была здоровая часть, включенная в систему общесоциалистических отношений. И эта здоровая часть как раз после войны сыграла свою решение. Она не только после войны. Секундочку. Вот, например, крестьянин такой-то подарил самолет Красной Армии. Это все сейчас знают в этой ситуации. Сидит, я читал, я не помню сейчас фамилию точно, сидит там прекрасный НКВДшник, вечером уже домой пора идти, вдруг стук в дверь, заходит крестьянин, обычный, в обычной одежде, с мешком, говорит, я крестьянин, я не помню фамилию, такой-то. Ну, заходи, что тебе нужно. Вот я принес мешок денег, я хочу, чтобы на эти деньги был построен самолет. Но у меня есть одно условие. Какое у тебя условие, крестьянин? Это было в Саратовской губернии. Я хочу, чтобы летчик был урожденец нашей области. Одно только условие у крестьянина. Тот, конечно, фонарел от такого прихода крестьянина, посмотрел на эти деньги, побоялся. Тут же начал связываться с Москвой, с центром, что мне несчастному делать, потому что все понимали, что ошибку допускать в такой ситуации нельзя. Пришел ответ из центра, ну, бери деньги, зачисляй банк, отдельный счет, и на этот счет конкретно построили самолет, даже, по-моему, не один самолет. И на нем летал, да, летчик там, он герой прославленный, я не помню фамилию, не суть важной, любой может найти. Этот крестьянин откуда взял мешок денег? Он точно его не украл? Точно не украл. Потому что, судя по его поступку, это патриот. Он его, это был личник, частник, который, да, заработал деньги и отдал родине в трудную годину. Он себя, безусловно, чувствовал сопричастным всему народу, оставаясь частником. И эта же идея была в послевоенной, так сказать, тематике, она была основной. основной. Это не идея, это норма русской жизни. Это норма? Мера, то есть справедливость, то есть соразмерная, правильная включенность части в целое, это и есть русская социальная справедливость. И вот эта мера, эта цивилизационная наша составляющая меры, она позволила нам и войну выиграть, и после войны восстановить такими темпами, представляете, 1710 разрушенных городов, 70 с лишним тысяч разрушенных деревень, 75 тысяч разрушенных колхозов, ну далее по тексту, половина населения без жилья, 10 миллионов инвалидов. Кто-нибудь на секунду способен себе представить сегодня, как решить такую проблему сегодня в прихваленном капитализме? Нереально. А Советский Союз решил эту тему за несколько лет. Беспрецедентные возможности. Именно потому, что соблюдалась справедливость. То есть мера между частным интересом и целым интересом. То есть вот эта социальная справедливость давала синергетический эффект, включенность каждой части в работу целого. К 48 году по сути дела страна встала на ноги. Плюс еще ядерный проект, который забирал порядка четверти бюджета, плюс строительство флота и так далее. То есть это почему в 1953 году активно, мы сейчас прекрасно уже знаем, часть документов рассекретили, даже британская разведка, они сопричастны были к убийству Сталина. Почему они это сделали? Да потому потому что они видели, что им, глобальным капиталистам, пришел конец. Потому что советская система справедливая находила отклик везде и всюду по миру. заметьте, в 1952 году наши советские трактора продавались уже в Южной Америке. Доктрина Монро с 1823 года, вы прекрасно это помните, предполагала, что вся Америка для американцев, подразумевалось, что и Северная и Южная Америка для них, для американцев Соединенных Штатов Америки. Вклинивание в Южную Америку это, по сути дела, обрушение вековых их англосаксонских традиций. Аргентина у нас закупала трактора. Индонезия у нас закупала технику. Дали еще много чего. То есть, мировая социалистическая система, именно потому, что она находила отклик у миллионов и даже миллиардов людей на земле, она расширялась. Она не могла не расширяться, и капиталисты прекрасно поняли, что она расширяется таким способом и такой скоростью, что капитализму просто придет конец. Ну и избили на взлете народный социализм. И вот поэтому, соответственно, в 1956 году не товарищ Хрущев на 20-м съезде партии был устроен разнос системы, которая была, да, и пришли к уничтожению вот этой диверсии. Была совершена диверсия, да, совершенно верно. И самое главное, если мы говорим сегодня о кооперации, вот эта команда во главе с Хрущевом уничтожила всех частников. Я вам приведу пример. При Сталине были построены эти знаменитые, собственно, связавшие воду в систему каналы, там, Волгодонский, там, и так далее, и так далее, которые в рамках системы работала, называлась единая глубоководная глубоководная система европейской части Советского Союза. Уровень воды стоял такой в реках, что по рекам транспортировалась большая часть продукции и товаров. Вы знаете, что транспортировка по воде, она в десятки раз дешевле, чем по железной дороге, тем более по автомобильной дороге, да. У нас было в стране к 1953 году 72 тысячи малых гидроэлектростанций. Еще раз, 72 тысячи малых гидроэлектростанций. Они стояли на малых реках, это были небольшие такие плотинки. Собственниками этих малых 72 тысячи гидроэлектростанций были кто? Местные кооперативы, местные колхозы, местные артели. То есть, это были частные гидроэлектростанции. Но уровень воды позволял в реках держать такой вот эта вся система, что ходили сюда по малым рекам. И это было дешевле значительно. Когда уничтожили, раз черком пера, все кооперативы, порядка 150 тысяч кооперативов, артелей, частников и так далее, были уничтожены Хрущевым в середине 50-х годов. Ну, Хрущевым и командой, скажем так, троцкистами, то есть, ортодоксальными, догматическими марксистами. Когда они были уничтожены, эти кооперативы, то что? Все эти 72 тысячи малых гидроэлектростанций захерели. И их не стало. И уровень воды упал. Сегодня, кстати, судоходные, даже в середине лета, даже такие реки, как Ака, перестают быть судоходными. Там уже метр сорок, метр пятьдесят. Даже речное судно нормально пройти не может. Есть уже... Это нормально? Нет, ненормально. Требует это восстановление? Конечно. Какой масштаб мышления управленческого должен быть, чтобы принимать такие решения? Способен сегодняшний капитализм на такого масштаба задачи? Разумеется, нет. Таким образом, кооперация, если она встроена в единую систему общественных социальных отношений, это благо. Но та же самая кооперация в конце восьмидесятых годов, когда приняли закон о кооперации, убила окончательно систему Советского Союза. Почему это произошло? Два слова буквально. Когда в середине пятьдесятых годов уничтожили здоровую кооперацию, ну некоторое время, естественно, люди как-то там приходили в себя. У нас особенность нашего народа часто проявляется таким образом, что активно никто не выступает, а мягко так аккуратно торпедируют, саботируют идиотские решения управляторов. Пример с нынешними масками, да? Даже те, кто носят маски, они их надевают на подбородок. То есть человек дышит нормально, но идет скотили в маске, идет человек в маске. Он не сражается, не борется, но он всем своим видом показывает, что он саботирует идиотизм властных решений. Так вот, труженики, там, в середине пятьдесятых годов, да, они подчинились закону, потому что существовали внутренние войска, заставили людей. У людей, вы помните, вырезали скот, запрещали держать какое-то количество кур, там, гусей, коз, не больше одной козы, коров пришли к голоду, начали закупать пшеницу при Хрущеве, да, ну, про новочеркасские выступления, вы тоже все знаете, да, таким образом, народ отреагировал каким образом? Наиболее активные, пассионарные, предпринимательского склада ума люди, что начали делать? Уходить в подполье. Родилась теневая экономика. По принципу, не пускают в дверь, она залезла под дверь. То есть, теневая экономика это ответ на уничтожение здоровой частной собственности. Она начала возникать, разумеется, стихийно, потому что нельзя уничтожить частную инициативу предпринимателей. Невозможно. Частные инициативы предпринимателей бесконечны. Напомню, что в 30-е и в 40-е годы лучшие достижения делали частники. Первые телевизоры и радиолы произвели частные артели. У нас было больше 20 научно-исследовательских институтов частных при Сталине. Оборонные заказы выполняли частники. Потому что там люди, что? Включенные в общую социалистическую систему, четко знают, как работать. Они талантливые, они активные предпринимательского склада. Это не значит, что остальное весь народ лучше или хуже. Просто люди разные и ничего в этом особенного нет. метод бытия нормальной социальной системы звучит таким образом. Единство в главном, вариабельность и отличность во второстепедном и везде любовь. Вот эти три, троица русская, на этом зиждется правильная русская система. То есть вот эта теневая экономика и те, кто ее крышевал, ОБХССники там какие-то и так далее, и так далее, партийные бонзы, они фактически к концу 80-х годов подвели систему к уничтожению Советского Союза. Вот эта теневая экономика обрела экономическую мощь, а политически была ничтожна. Миллионера подпольного мог какой-нибудь честный капитан ОБХСС посадить в кюрьму. И эти случаи были. Обидно, он имеет миллионы, он может в ресторане там поляну накрыть, круто, да, приходит капитан какой-нибудь и сажает в тюрьму. И он становится обычным зэком. Вот это несоответствие экономической мощи теневой экономики, выращенной вот этими предателями в рамках системы КПСС и их политического ничтожества по сути дела взорвало Советский Союз. Но это отдельная тема, крушение Советского Союза, мы о ней поговорим отдельно. Так вот кооперация в конце 85-м году, то есть это был последний вздох. Нет, это был прорыв теневой экономики к политической власти, но это было полуосознаваемое движение. Вот и те, кто стали первыми, приватизировали на себя всевозможные предприятия и так далее, для дома, для семьи, они не понимали главного, и мы об этом поговорим в отдельной передаче, что они хотели стать местными локальными капиталистами, но они забыли, что на той щуковой речке, что карась не дремал, существовали еще глобальные капиталисты, которые глобальные львы, соблезубые тигры, пришли и сожрали местных волков. Это отдельная тема. И в нынешней ситуации, которую мы сейчас имеем за окном, то есть только правильная система и в любом случае кооперативное движение, как элементы правильной системы. сегодня, вот смотрите, не только сегодня, а в любой системе, и сегодня в том числе, когда будут установлены правильные социальные отношения во всем народном коллективе, то есть общенародной, вот тогда каждая его часть, народное ли предприятие так называемое, кооператив, артель, частик, будет встроено в эту систему и будет делать благо. Вот эти все истории на предмет народного предприятия в океане капитализма, простите, это все рыже на публику. Какое народное предприятие, хорошо, 20 человек или там 100 человек объединились, сказали, мы народное предприятие, например, мы на себя выкупили какое-то предприятие, избрали директора, бухгалтера, и вот мы такие прекрасные тут трудимся. Стоп. А вот это предприятие, оно что, на Луне произрастает? Нет. Оно произрастает в рамках ложной системы бытия, то есть при капитализме. Система налогов, система денежных отношений, ростовщически кредитная система и много еще чего, она цельная, большая, и локальным кусочком выжить в этой грязной системе невозможно. Просто невозможно. Общественные отношения это сквозная вещь, она достигает всех и каждого. Нельзя купаться в океане и не замочиться. А если это грязная капиталистическая лужа, то нельзя быть чистеньким в грязной луже. Это не значит, что сегодня народные предприятия и общинная система кооперации обречена на смерть. Нет. Вопрос в другом. Мера осознания себя, коллектива, 50, 100, 500 человек не имеет значения, как работающий на вектор всей цельной народной системы, вот эта мера осознания, это и есть мера правильности. Правильный кооператив, тот, который, оставаясь малым коллективом, стремится вот эту меру социальности безусловно расширить на весь народ. То есть много-много-много кооперативов, если они не соединены между собой в единую социальную сеть, это всего лишь куски. А вот когда возникает вся система общественных отношений, то есть правильный общественно-политический строй, тогда каждая часть, то есть кооператив, артель, просто частик, просто дома частно работающий компьютерщик, он становится частью правильной системы, и возникает синергетический эффект. Бороться нужно не за свой локальный кусочек, который обречен на смерть, потому что общеналоговую систему никто не отменял, а бороться нужно за создание новой правильной системы общественных отношений, в рамках которой будет процветать каждая часть. Благодарим вас, Александр Иванович, за познавательную передачу, касаемую опыта СССР, разложен по полочкам всего, что касалось СССР. Ну, не все, конечно, мы говорили, это бесконечная тема, мы будем безусловно ее еще касаться. Так что смотрите ролики на глобальной волне, присылайте свои комментарии, участвуйте в дискуссии, приходите в дискуссионную площадку нашего общественного движения Народный Центр, участвуйте, присылайте свои вопросы, мы будем продолжать снимать наши передачи. И давайте не забудем призыв к Кузьмы Менина. Вместе за одно, купно за едино. До свидания. До новых встреч. Кузьмы Менина. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok